Музыка Спасибо. Так, всем привет. Наверное, меня всегда интересовал потенциал человека. Ну, естественно, вопросы первые задаёшь себе. Какие твои сильные стороны? Кто ты? Куда ты движешься? Я думаю, эти вопросы, зачем мы живём? Эти рано или поздно вопросы задаёт себе каждый человек. Эти рано или поздно вопросы задаёт себе В 1990 году после окончания университета пошёл работать в лабораторию клинической психологии Это тоже был такой интересный опыт. Три года я работал в отделении пограничных состояний. Это совершенно новая реальность. Это психические заболевания. Это как раз поломки человека. И, собственно, тогда с той поры меня две вещи заинтересовали. То есть, с одной стороны, меня интересовало, как с человеческим потенциалом обращаться. Да, и можно ли, потому что я в себе тоже чувствовал потенциал, но и искал как бы сферы его предложения. А с другой стороны, вот лидерство – это и есть одна из таких форм предложения потенциала, связанная с организацией коллективной деятельности. Это ответственность и умение организовать людей на общий результат. Всегда легче делать то, что тебе скажут, нежели взять ответственность и распределить эти роли. Есть такой интересный психолог, Михай Чиксент-Михай. Он изучал альпинистов, которые в горы ходят. И тоже не очень начал с вопроса, зачем они туда идут. Риск для жизни – погибнуть можно, недоедание, холод. Они все равно идут туда и идут, так сказать, да. И связано с тем, что, собственно, человек входит в состояние такого внутреннего интенсивного развития, когда его навыки совпадают с задачами жизненными, которые чуть сложнее навыков. Первый раз, конечно, это фантастика. И в Евросоюзе первый раз. Фантастика. Это вот благодаря... И постепенно усложняя задачи, ты становишься сам сильнее, и задачи все сложнее становятся. Когда стал ректором, мне казалось, что я такой как-то очень маленький, а университет огромный. То есть я даже не понимаю, как я его могу обиять, он 20 тысяч человек. Но вот теперь прошло пять лет, и мне кажется, что я его чувствую весь. Среда университета принципиально избыточна. Хотя многие университеты эту избыточность сегодня как бы разрушают, просто потому что она очень дорогая, и ее трудно содержать. А вот ботанический сад, где мы сегодня, или там капелла, например. То есть огромные затраты, которых в логике управления и бизнеса сегодня нужно точно отказываться университетам, потому что непрофильные активы там, их надо закрывать, да и так далее. Но мы принципиально этого не делаем, потому что понимаем, что да, это дорого, но это среда созревания личности и формирования личности. И она должна быть избыточной, чтобы человек мог выбрать любую траекторию и найти себя. Университет так настоящий и так устроен. Вот их пространство, они сюда заходят и оживают. Они специально хотят здесь работать. Символично. Не, ну, хорошее место, мне кажется, для работы-то нормально. Да, тут высокие. И воздух, да. Воздух, свет. Мы на пороге новой промышленной революции, которая теперь требует массовой подготовки инноваторов, предпринимателей, стартаперов, но не простых как бы предпринимателей, а вот этих, которые исследователи. Но теперь они должны стать лидерами и научиться свои продукты быстро имплементировать в экономику, создавать импакт. И, собственно, богатство наций связано с университетами, которые умеют это делать. И для нас теперь главный вызов, как вот это все богатство и фундамент сохранив, новые процессы инсталлировать, которые позволяли быстро трансферить их знания, осуществлять в экономику и переводить это знание в полезные продукты. И вместе с нашими факультетами мы начинаем создавать новый контент, новые задачи. То есть это тяжелейшее задание, надо менять учебные планы, нужно менять, обучать людей. Вот на примере вуза я просто показываю, какие вызовы перед вами стоят, но тут любая компания аналогичные задачи решает. Команда моя — это университетские люди, я так считаю. Это люди, которые любят и преданно университету, и живут университетом, и независимо от возраста, и профиля образовательного или научного. Потому что вот что объединяет университет, что действительно здесь остаются люди, и почему вот эта идея служения приводит к тому, что у нас по 40, по 50, по 60 лет люди работают, потому что они служат в университете, это их дело, которому они посвящают собственную жизнь, это их призвание. Минералы мне все помогают. Это мои дети. Представьте, сколько лет я заведую музеем. Это вообще сколько они живут. 44 года. Можете представить? Я живу очень. Минералы для меня — это все. То есть музей для меня — это дом. Я, наверное, больше всего времени провожу в музее. Вот, скажи, я вам нужен там в делегации, или могу не планировать? Моя жизнь связана с университетом целиком. Пока, к сожалению, в режиме я 12 часовом нахожусь на работе, там, с 9 до 9, да. То есть я этим живу, мне это всегда интересно, и я и дома, и читаю, и мы с женой можем какие-то вещи обсудить. Да, я на письма отвечаю в этом плане. Университет — это моя жизнь, и мне это интересно, и меня это драйвит. То есть я это не делаю, потому что мне это нужно делать. Я не могу по-другому, мне не интересно ничего другое, потому что это действительно вдохновляет. Сейчас заканчивается пятилетний цикл. До 20 ноября у меня контракт. И в этом смысле это такая, знаете, рефлексия этого жизненного этапа. Мне кажется, важно понимать лидерство не как способность вести огромные массы за собой, да, это масштаб лидерства, да, а как способность отвечать и брать ответственность за свою собственную жизнь. вот здесь и сейчас на конкретном месте. Удивительно, но вот так жить способны, ну, разные исследования, цифры называют, от 3 до 15 процентов в культуре. Основная масса вообще никогда не задумывается о том, зачем она живет, как она живет, за что ты человек отвечаешь, да. И в этом смысле вот это умение жить, самому жить свою жизнь, а не делать, а не быть в потоке, который несет тебя и жизнь тебя живет. В этом плане я бы пожелал, наверное, нашим всем, так сказать, и стипендиантам фонда Потанина, и нашим коллегам, да, все-таки набраться такого, как окаянство, взять ответственность за жизнь, да, и не только свою, за жизнь других людей. Это действительно такое очень интересное, вдохновляющее дело, потому что только с другими людьми ты можешь делать что-то, что на самом деле больше и твоей собственной жизни. А это, мне кажется, очень такой важный мотив и очень важный правильный смысл, который человек, наверное, должен каждый обрести для себя сам. Здесь опрыскать хотел, ладно, пойду и покажу делать.